Не, на самом деле, на самом деле, это историческая херня. Мы все рады, что ты в себя пришел. Мне тут уже пишут, сделайте трек офигенный хавчик. Давай сделаем трек, слезо. Я, кстати, уже ходил к нему один раз, хотел его отпиздить, ему повезло, что дома его не было. Это окружение, нахуй, блядь, реально, блядь, гнилое, блядь, крысы сраные, все. Он постоянно гнал на шока, блядь, он никогда не хотел, чтобы шок записывал с нами, и я его подтянул. Тогда он ей кулаком уебал-въебала, блядь, это единственный раз был, блядь. Не знаю, блядь, ну, просто я всегда думал, блядь, пиздить его, нахуй, или не пиздить, блядь. ЗИНКЛАС! 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 Мы тебя умоляем! Вернись назад, чувак! Статьи красной и сом. Статьи красной и сом! Не знаешь, как выделиться из серой массы и быть в центре внимания? Хочешь стильно одеваться по доступной цене? Тогда заходи на крутой сайт slonsnickers.ru Тебя там ждет самый большой выбор топовых кроссовок, одежды и аксессуаров. Если паришься насчет доставки, не переживай, сочные обновки придут в считанные дни, а платить ты их сможешь при получении. В обойме слона более тысячи положительных отзывов, что говорит о доверии клиентов и высоком качестве товаров. В slonsnickers.ru Заходи, выбирай, покупай. Ссылка на магазин под видео. Всем привет, с вами проект Рэп Ньюс и его ведущий Игорь Еремин. Начинаем сегодняшний выпуск с самой шумной темы, которую обсуждало достаточно большое количество СМИ и ресурсов. Тимоти и Джиган провели получасовую совместную трансляцию в Инстаграме. Они рассказали, что не общались с 2014 года с тех пор, как Джиган покинул лейбл Black Star. Этот эфир можно даже назвать... Историческая хуйня. Джиган рассказал о том, что происходило с ним в Майами. Говорит, что стал курить марихуану, а потом ему подсыпали другое вещество, и у него после этого поехала кукуха. При этом, как утверждает Тимоти, он был в шоке от происходящего и хотел помочь своему другу. Поэтому скинул видео с Джиганом другим друзьям. Этот эфир, друзья, на самом деле, это что-то историческое, как говорил один... Не, на самом деле, на самом деле, это историческая херня. Как ты, Джиган, как ты? Я абсолютно в шикарном настроении. У меня все хорошо. Я выписался недавно из больнички. Мы тебя и поздравляем. Да, и я хочу тебе сказать спасибо при всех, при всех людях, потому что, друзья, у меня, на самом деле, сорвало кукушку. Я не буду, там, что-то рассказывать. И я буду говорить правду, Тимоти. Тимоти, в свою очередь, рассказал, что гастроли артистов из-за пандемии возобновятся в лучшем случае осенью. Что сейчас акцент нужно делать на стримы треков в интернете. Как вообще артисты сейчас выживают? Слушай, я считаю, что гастроли у нас будут не скоро. Многие артисты публикуют, что вот уже, бог даст, с июня большие плотные концертные графики. Но это иллюзия и заблуждение, потому что иллюзия. Иллюзия. И они будут отпускать, и собираться еще долго мы не сможем. Я думаю, что в полной мере какие-либо концерты, это, я не знаю, даже сентябрь, октябрь, ноябрь. Все, что сейчас для артиста важно, это, наверное, стрима и тот контент, который ты пишешь. Но это хрен с ним, это хрен с ним. Мы все рады, что ты в себя пришел. И самым главным открытием было то, что артисты обсудили возможный фит про хавчик и запуск бокса для доставки из Black Star Burger под названием «Офигенный хавчик». Спустя некоторое время в сети появилось совместное фото со студией, где помимо двух вышеупомянутых артистов на нем присутствовал и Эстэ. Я клянусь себе, не попробовал ни разу, но я с удовольствием поеду, попробовал бургер твой. Джейка, мы тебе мало того, что отправим посылку, чтобы дети попробовали, чтобы жена попробовала. Мы еще сделаем тебе специальную упаковку, которая будет называться «Офигенный хавчик». Я не хочу в эфире. Ну давай, офигенный. Нет, на самом деле, почему? У меня же трек есть, мой ДНК. У меня там две версии. Радиоверсия офигенная. Да. Нам так офигенно, офигенно. А это может быть офигенный хавчик. И все будут понимать, что это... Джиган, я тебе мало того, что отправлю комплект «Офигенный хавчик». Вот, мне тут уже пишут, сделайте трек «Офигенный хавчик». Ну, посмотрим. Давай сделаем трек. Давай сделаем трек. Слезно. Джиган также отметил, что очень повлияла на его возвращение в нормальную жизнь его жена. Что именно она спасла его. И в семейную тему также хотелось бы добавить, что не у всех так складывается хорошо финал, как у Джиги. Неожиданно для многих Тося Чайкина решила признаться в том, что рэпер Асайи унижал ее и даже бил по лицу. В своем обращении в Инстаграме она прикрепила и снимки после очередной драки. Она рассказала, что Асайи специально мог вызывать у нее ревность, оскорблять девушку и постоянно манипулировать эмоциями. Пиздец, нахуй, блять! Как сообщает сайт The Flow, исполнитель от комментариев отказался. А сама Тося рассказала, что с 12 на 13 августа 2016 года случился кошмар. Цитирую. «Была избита настолько, что все тело было в синяках. Мне было тяжело дышать и двигать конечностями. Мое лицо опухло от синяков, порванная мочка уха, кровопотеки на шее, боли и головокружение. Мы не разговаривали несколько дней, оба пытались понять, почему так. Он плакал почти каждый день. Через два месяца он сделал мне предложение, и я согласилась, только ничего не поменялось. Почему девушка рассказала эту историю только сейчас? Для чего она это рассказывает нам? Какой в этом смысл и где логика? А также ряд других вопросов остались без ответа. Едем дальше! И напоследок всей этой темы с шоу-бизнесом смешная история. За лейблом Тимоти давно ходили слухи о накрутке ботов и прочее, но никакого явного резонансного подтверждения в их раскрутке запрещенным путем не было. А теперь нашлось одно небольшое подтверждение их желания сорвать звезду. Один из директоров лейбла, известный как Бальтер, отвечающий за финансы в организации, решил купить себе галочку в Инстаграм. И закончилось это все тем, что его обманули. Сообщается, что его обманули аж на 265 тысяч рублей, и только спустя несколько месяцев он обратился в полицию, хотя случай произошел зимой. Ну ты лох, ебать! А теперь снова о тех, кто одной ногой там, а второй еще с нами. В сети появились достаточно провокационные голосовые записи, на которых Иван Царь в нелестной форме отзывается о своем бывшем коллеге, с которым они делали музыку более 10 лет. Как вы уже догадались, речь идет о первом классе. После его последнего трека, блядь, я просто не, блядь, ну, все, там у меня бомбануло нахуй. Я, кстати, уже ходил к нему один раз, хотел его отпиздить, ему повезло, что дома его не было. В данных аудиозаписях присутствует много личных тем, связанных с первым. Мацари рассказывает о конфликтах и драках, о том, что первый никогда не помогал защищаться от гопников и сам никогда не дрался. Даже когда били царя на улице, тот просто стоял рядом. А знаешь, почему он никогда не ответит на мой диск, блядь, или вообще ничего не скажет в мою сторону публично, только за спиной, как он это любит делать? Потому что он меня знает с 98-го года, он видел, как я пиздил чуваков, блядь. И он рядом стоял даже, блядь, когда меня пиздили толпой, нахуй, 1-го мая. Вот, нацисты меня за ноги таскали, нахуй, по грязи, блядь. А он стоял рядом, блядь, вот с этим чуваком, который у нас на аватарке здесь. Второй раз на вечеринке на какой-то, блядь, какой-то пьяный мужик доебался до меня, я его послал нахуй. Он вызвал местных гопарей каких-то, блядь, они приехали, забегают в этот зал, там, не знаю, человек 5, блядь, я сижу с классом. И он мне только говорит, вон, приехали, иди разбирайся, блядь. Он даже, блядь, не посмел, нахуй, или не осмелился, блядь, встать, нахуй, там, и, блядь, выйти со мной, блядь, хотя бы разнять или что-то такое. Чуваки стояли, блядь, пятером передо мной, один мне, нахуй, головой в нос ебанул, блядь. Другие, нахуй, мне пощечины давали, блядь, и пиздец, вот, вот такой этот друг класс. Существенный гангстер-рэпер. Также была затронута тема трека «Неинтеллектуал», рассказывает о том, что он просил класса удалить строчку про Децла, ибо тот умер, и она оскорбительная, а ведь раньше класс сам до дыр слушал кассету Кирилла. Он показал мне трек, нахуй, и там вот эта строчка была про Децла, блядь, я говорю, это еще ебанутый, блядь, вот, и он, нахуй, такой, да мне похуй, типа, вот. А после, нахуй, он ее перевернул, и, блядь, мой друг Димон, блядь, спросил, нахуя ты вот такое про Децла пиздишь, типа. Он такой, ну я не знал, что он умер, блядь, и он пиздит, он пиздит людям в лицо, блядь, и клянется на мать, блядь, как вот эти конченые здесь чурбаны тупые, блядь. Чувак, я тебе еще больше скажу, когда мы были щеглами, короче, мы слушали, блядь, Децла, блядь, вот. У Артема были кассеты, он, блядь, гонял его, блядь, не знаю, блядь, заюзил, наверное, кассеты, блядь, пока качество не испортилось. Еще из интересного царь выдал информацию, что первый никогда не хотел, чтобы Шок с ними записывал песни. Стоит предположить, что Иван защищает Шока и выдвигает такие теории именно потому, что они в настоящее время снова начали дружить после того, как, напомню, они друг друга жестко плевали грязью. Да, по этому нахуй, вот этого класса, блядь, и вообще нахуй, вот, всю их движуху, блядь, они друг на друга пиздят, блядь, друг на друга, блядь, после, и зависают вместе, бухают, блядь, вот. Это окружение, нахуй, блядь, реально, блядь, гнилое, блядь, крысы сраные, все. Он постоянно гнал на Шока, блядь, он никогда не хотел, чтобы Шок записывал с нами, я его подтянул, вот. И даже когда он записывал этот неинтеллектуал, вот эта фотка из бара, где я с ним сижу, блядь, вот, в этот день он записал этот трек «Неинтелектуал», блядь, Вместе с тем, риторика царя напоминает позицию шока, когда тот тоже заявлял, что не хочет себя ассоциировать с рэп-войсками, а в частности с аудиторией царя и класса, и поскорее хочет от нее избавиться. Еще он рассказал, что первый очень переживал за свою работу и даже свою жизнь за строчки в треке, как он высказался про чурок. Мол, с него даже хотели спросить за эти слова. Чеченцы на классы реально наехали, потому что он там раповал, обрезаю чурок топором, у него же расистские строчки были жесткие. И за это они спросили, а я написал драгу, что не за мамоебство, а за другую хуйню. Да, было такое. Ну, видишь, и после, блядь, как всякие рамсы пошли, короче, в его сторону, и вот там, блядь, ему угрожали, что его убьют и все такое. Он же после мейтспейса из-за этого удалил и начал переворачивать строчки после просто, знаешь, ну и нигде не показываться, как бы, знаешь, ну реально от страха, в принципе, вот. Ну, чувак же никогда не дрался, блядь, и вот. Его это как-то, блядь, реально сломало, и даже из-за этого, мне кажется, это было тоже поводом, было, послужило, что он перестал, как бы, делать рэп. Также узнаем, что царь как-то очень хотел побить Артема, но того не оказалось дома, и ему очень повезло из-за этого. Кому-нибудь другому на его месте, если бы он так, блядь, выебывался на меня, я бы уже давно, нахуй, куху сломал, блядь. Ну, видишь, жалко мне его постоянно было, жалко. Не знаю, блядь, ну, просто я всегда думал, блядь, пиздить его, нахуй, или не пиздить, блядь. Вот, ему повезло в один раз, нахуй, что его не было дома, блядь, вот тогда бы я его отпиздил. Сейчас же он сказал, что у него лежит дис на 10 минут, и если класс что-то скажет про него, то он сразу его опубликует, а там есть много личных тем. Я вам скажу еще больше, ребята, у меня на 10 минут, нахуй, дис на него, блядь. Я просто жду, что он начнет выебываться, там, блядь, 10, что-то, ну, и, блядь, тогда я выпущу этот трек, нахуй, это будут похороны. Ну, я его не буду пока выставлять, пока, вот, видишь, он молчит, да, блядь, даже после того, как я так жестко высказался в его сторону, он написал, блядь, хотя по телефону мне он рассказывал что-то другое, блядь. Типа, я приеду с работы, я напишу, что мы побазарили, блядь, и все решили, блядь, а что мы решили, блядь, он даже не сказал, и так же, блядь, выставил меня лохом, потому что я удалил, нахуй, эту, блядь, историю в инсте, блядь, и пиздец, и опять он меня подставил. Если он будет молчать, сидеть, блядь, не дергаться, этот трек никогда не выйдет, вот, а если он начнет выебываться, блядь, то выйдет этот трек, нахуй, и он меня знает, блядь, что я могу сделать. Да и если это все послевает, нахуй, мне похуй, это правда, я, блядь, я топлю за правду, блядь, как он в своих треках. Еще царь с досадой отметил, что он всегда впрягался за класса во всех бифах, а тот, при малейшем недопонимании, просто бросил его как друга, с которым они дружили с конца 90-х. И, мол, сейчас обвинять царя в лицемерии каком-то не нужно, ведь данные аудиозаписи были слиты в сеть из личной беседы. Исходя из этого, что эти голосовые сообщения были в закрытой переписке, вряд ли он там врал, ведь он не знал, что эти записи впоследствии будут общедоступными. Хотя мы с вами знаем, что, оказывается, в интернете уже априори имеет большую тенденцию стать публичным. Напомним, что, как сказал царь, конфликт начался из-за денег, сбор которых организовал его менеджер Малаш. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем прошлогоднем ролике, можете его пересмотреть, ссылка будет в описании. В нем мы рассказывали о том, что деньги классу собирали без его ведома, впоследствии были забраны эти деньги себе. Мы тогда еще были уверены, что все это развод. В ответ на наш ролик вышло видео с пояснениями от менеджера царя, где тот опровергает факт, что деньги забираются в карман. То, что ты, Иван, пытаешься хельпануть за счет класса, это нормально? То, что собираются деньги на классы и потом забирают их себе, это нормально? Откуда он знает, что деньги забираются себе? Вот так вот. Деньги на альбом, которого не будет? Не собираются деньги на альбом, которого не будет. Не, только ты понял, что ты баран. Не давайте просмотры нам рэп-ньюз. Не упоминайте нас нигде. Пожалуйста, не ставьте нас сегодня в закреп. Не ставьте Ивана, не ставьте Артема в закреп. Окей, я тебя понял. Но этого самого менеджера царь критикует за деньги в аудиозаписях от мая 2020 года. Что там классу кидали? Я ебу что ли, блядь? Я попросил у Малаша, блядь, отчет. Кто что кидал, блядь? Он мне, нахуй, до сих пор эту хуйню не предоставил. Я не ебу в душе, блядь. Я же не могу сейчас всем, блядь, раздавать деньги, блядь. Я же не миллионер. Вообще да, блядь. И вообще этот весь конфликт, нахуй, начался из-за того, что Малаш, блядь, взял, нахуй. Я скинул ему трек вот этот, не интеллектуал, блядь. А он взял как видос какой-то там, нарезал хуйни всякой, блядь, что первый, нахуй, там, альбом выпустит. И всю эту хуйню. Я даже об этом не знал, блядь. Мне после, нахуй, класса скидывает фотку, говорит, это что такое? Я говорю, блядь, где ты это нашел, блядь? Он такой, ну, в этом, блядь. В треке, который вы залили на YouTube, блядь. Я, нахуй, Малашу говорю, что это такое, блядь? Он такой, о, ну, давай поинтригуем, блядь, типа, и все такое. Я говорю, ладно, я пишу класс, это интрига, все, нахуй. Ну, Малаш тоже сказал, давай напишем про TM3, если что, типа, ну, потому что в тот, на тот момент мы еще хотели с классом записать фит, кстати, вот, на Чарльз Мэнсон, вот, на этот бит, короче. Вот, и он, блядь, давай, давай, вот, давай такое делай, давай это делать. Говорю, блядь, да ну, нахуй, блядь. Он такой, да ладно, давай сделаем, блядь. А сколько Артем будет альбом делать, похуй, хоть лет 10 пусть делает. Я говорю, блядь, ну, пиздец. И я тоже после, блядь, с Малашем срался насчет этой темы. Я говорю, чувак, нахуя ты такое сделал, блядь, ты пиздец, блядь. Как мы видим, время расставило все по своим местам. Деньги фанатам не вернули до сих пор. Вместо альбома конфликты разборки. Оно остается открытым вопрос. Царь на каждом концерте призывал сделать камбэк класса, а в настоящее время поливает его грязью и говорит, что конфликт вышел из-за денег. Предлагаем вам самим ответить на этот вопрос и сделать выводы. Своё мнение можете написать в комментариях. Я буду делать это на каждом концерте, Артема. Ты видишь, фанаты любят тебя. Ди-класс, 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 ди-класс. Артем, ди-класс, ди-класс, ди-класс. Мы тебя умоляем, вернись назад, чувак. Вернись назад, враг. Мы тебя любим. Также посмотрите, что думают наши подписчики об этой ситуации. И хотелось бы подытожить всё это тем, что рэперы в итоге встретились и поговорили на чистоту без драк и прочего. И решено, как пишет первый класс, идти своими путями. А вы помните сюжет по ТВ, в котором рассказывали о том, что жители прилегающих жилых домов концертной площадки, где выступал Макс Корж, жаловались на землетрясение. Именно после такой истории и появилась фанатская кричалка, приуроченная к стадионным концертам Макса. И в начале этого года она вышла как отдельный сингл под названием «Разнесём». И теперь у трека есть официальный клип. Премьера его состоялась на канале WorldStar HipHop с 23 миллионами подписчиков. Это зарубежный канал про рэп, где чаще всего публикуют набирающую популярность зарубежные рэперы. Удастся ли Коржу покорить еще больше западных слушателей, узнаем чуть позже, но пока что у русскоязычного клипа просмотров чуть более 200 тысяч. Стоит отметить, что на данном канале зарождалась карьера с Икс Найна. Также именно на этой платформе Мэшинган Келли опубликовал знаменитый диск на Эминемо «Рэп Девил». И на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был проект Рэп Ньюз. До скорой встречи.